Участников из разных уголков России и Норвегии собрал в Мурманском легкоатлетическом манеже международный юношеский турнир по спортивной борьбе «Северное сияние». В этом году соревнования были посвящены 75-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье. Подробности в следующем сюжете. В 46-х по счету соревнованиях по спортивной борьбе «Северное сияние» приняли участие более 200 спортсменов. В этом году поддержать наш турнир приехали команды из Республики Крым, которые находятся территориально далеко от нас. Это с Краснодарского края, с Карелии ребята-борцы приехали, ну и также с наших столиц, это с города Москва и Санкт-Петербурга. На коврах проходила борьба по двум направлениям – греко-римской борьбе среди мальчиков и женской вольной среди девочек в разных возрастных категориях. Кроме того, в этом году в формате показательных выступлений была представлена новая дисциплина грепплинг, сочетающая приемы и техники из разных видов единоборств. Правило самое главное, что у мальчиков, что у девочек – положить на лопатки. Ну, посредством различных действий, различных приемов, ребята дома, на своих местах, в своих стенах учат выполнять какие-то определенные действия, приемы, для того, чтобы на соревнованиях показывать свою силу, ну и, в общем-то, красоту нашего вида спорта. Дисциплина «Женская вольная борьба» появилась совсем недавно, только в 2016 году. И благодаря высокому качеству организации турнира, который второй год подряд включает в единый календарный план Минспорта РФ, девочки, так же, как и мальчики, по итогам соревнований смогут получить разряды, вплоть до кандидатов в мастера спорта. Ну, у нас только-только зарождается эта дисциплина в этой спортивной борьбе «Женская борьба». Стали вот в этом году активно ее развивать. Думаю, эти соревнования не последние. Будем популяризировать среди девчонок, набирать довольно-таки зрелищно. И у них всесторонние физиологические особенности развиваются, девчонок. Ну и вообще они молодцы и пойдут вперед. Анастасия Литыменко занимается только два месяца, но уже одерживает победы. Юная участница соревнований не собирается останавливаться на достигнутом. Настя стремится принять участие в более серьезных состязаниях. Есть цель, допустим, поехать и посоревноваться уже на какое-нибудь соревнование, как больше. И, может быть, одержать победу среди многих девочек, которые сильнее меня. Среди юношей постарше идет не менее ожесточенная борьба. Алексей занимается уже шесть лет. И благодаря упорным ежедневным тренировкам он уверенно кладет противника на лопатки. «Я тренируюсь семь раз в неделю. Каждый раз тренировки становятся все сильнее. И хочется поехать на много соревнований, где сильные соперники, и пытаться выиграть их». В турнире выступили 11 команд из Мурманской области, 9 команд из других городов России – Москвы, Архангельска, Севастополя, Кондо, Баги, Геленджика, а также гости из Норвегии. Именно с турнира «Северное сияние» началось сотрудничество Мурманской области со спортсменами Баренцева региона. Постоянные участники соревнований – борцы из Фильляндии, Швеции и Норвегии. Победителям и призерам в личном первенстве вручали медали, грамоты и кубки.